всем привет в этом видео я расскажу о пыль удаляющем оборудовании и говорить о нем мы будем на примере пылесосов мирка как вы знаете компания мирка является лидером в области беспыльного шлифования и всемирно известно своими инновационными абразивами на сетчатой основе в концепцию беспыльного шлифования входит помимо сетки помимо абразива на сетчатой основе инструмент это шлифовальное оборудование и конечно же пылесос чем интересно беспыльная шлифовка да в первую очередь это ресурс абразива работая с пылесосом продукты шлифовки уходят в пылесос они остаются на поверхности и не забивают абразив в результате мы работаем абразивов в разы дольше второй момент связан с шлифуемой поверхностью когда мы шлифуем без пыли поверхность легко контролируется и меньше вероятности испортить ее прошлифовать не дошлифовать то есть контроль практически стопроцентный конечно важный момент это чистота работы рабочей зоны работая с пыли удаляющими пыли удаляющим оборудованием мы работаем в чистоте ну и конечно же здоровье работая без пыли мы все-таки сохраняем свое здоровье многие скажут да что такого я возьму от обыкновенный пылесос бытовой вихрь подсоединю его к машинке и пойду работать и будет мне счастье ребята нужно четко понимать что существует разделение между бытовыми пылесосами профессиональными пылесосами и промышленными пылесосами бытовые пылесосы но утрированно говоря сто процентов забирает пыли 80 и себя 20 улетела в воздух обратно постоянно мы работаем в пыльном помещении причем ресурс у бытовых пылесосов в разы меньше с профессиональными профессиональные пылесосы в таком же варианте сто процентов пыли забрал один процент улетела 99 осела в мешке пылесборники для профессии промышленных пылесосов актуальны такие моменты как работа с пожароопасными вещами увеличенный ресурс работы и кстати говоря разделение еще существует по классу пыли существуют классы l m и h h это самый верхний уровень это работа пожара с пожароопасными с пожароопасной пылью для более чистой очистки для тонкой очистки используется класс m для нашего сегмента автомобильного используется пылесос который работает с классом пыли или это самая распространенная пыль от гипс бетон продукты шлифовки от шпаклевки и прочее то есть вот то с чем мы постоянно работаем теперь давайте перейдем к рассмотрению пылесосов от мирки пометки существует две серии пылесосов это 10 серия и 12 серия давайте подробнее рассмотрим каждую из них 10 серии относятся вот такой вот пылесос это пылесос 1025 выглядит вот таким вот образом мощность мотора у него 1000 ватт емкость мешка по лесу пылесборника 25 литров мешок выполнен из флиса на лицевой панели расположены блоки управления эта кнопка запуска и возможность переключения на автоматический режим к электрической розетке может подключаться машинка которая соответственно будет автоматически запускать пылесос в режиме автоматом и можно также поставить подключать электрическое оборудование мощностью до 2 и 6 киловатта пылесос оснащен системой push and clean это система очистки фильтра пылесос не может работать с водой и имеет вот такие вот колесики на которых он благополучно может кататься дополнительно пылесос может до оснащаться комплектом для чистки теперь давайте рассмотрим пылесосы 12 серии они отличаются от 10 несколькими моментами в первую очередь это мощность электрического двигателя здесь в этих в пылесосах этой серии используются более мощный мотор мощность его 1200 ватт отличаются электроникой отличаются емкостью мешка пылесборника на этом пылесосе можно производить надстройки то есть можно устанавливать дополнительно всякие приспособления которые облегчат и упростят работу в цеху также в этом пылесосе можно работать двумя машинками одновременно то есть две шлифовальные машинки благодаря мощному мотору совершенно спокойно могут быть обслужены одним пылесосом ну и можно пылесос подготовить для того чтобы собирать им воду то есть можно работать с водой теперь давайте рассмотрим более подробно каждую из моделей 12 серия представлена тремя основными моделями первое вот самая младшая из этих моделей это пылесос 1230 lpc 12 это соответственно серия или же мощность мотора 1 2 киловатта 30 это емкость пылесборника 30 литров буквочка l означает пыль стандарт класс пыли с которым может работать этот пылесос а буквой pc сокращенно push and clean это соответственно механический сброс пыли средняя модель это пылесос 1230 lfc то же самое 12 серия 30 литров в емкости сбора пыли буквочка l класс работы с пылью стандарта или же класса l ну а буквы а и все означают автоматические автоматическую очистка очистка фильтров automatic фильтр clean самая топовая модель это 1242 м а и все 12 серия 42 это уже увеличенный объем сборщика пыли ведра собственно говоря куда мы приходит пыль буква м означает что этот пылесос работает с классом пыли м ну а автоматическое сбрасывание как вы уже поняли присутствует автоматик фильтр clean самая универсальная модель которая работает практически везде в автосервисе в стройке в деревообработки это средняя вот эта вот модель 12 1230 lfc вот она представлена здесь на базе этой модели мы и рассмотрим подробно пылесосы 12 серии блок управления пылесос может работать как в постоянно включенном состоянии так и с запуском автоматическим запуском от двух машинок при этом функция автоклиник может быть отключена вот в таком вот положении на этом пылесосе можно регулировать мощность всасывания причем изменения мощности электродвигателя то есть меняя обороты электродвигателя мы соответственно меняем мощность всасывания электророзетка на электророзетки можно подключать две машинки причем даже в положении выключена розетка активно естественно если она включить если пылесос включен в сеть тем самым мы можем пылесос использовать но как удлинитель в режиме автоматического запуска на пылесос можно подключать либо одну либо две машинки соответственно в версии работы на двух машинках мы используем двойник для подключения двух шлангов а на электричество устанавливаем тройничок куда и подключаем электрические машинки кстати как опция здесь может устанавливаться блок работы от пневматики для запуска для запуска пылесоса при включении пневматической машинки мы это покажем и в этом пылесосе может происходить совершенно спокойная работа и пневматической и электрической машинкой одновременно ну естественно на одном пылесосе пылесос выглядит вот таким вот образом кстати обращаю внимание что задней стороны пылесоса есть специальная резиночка которая фиксирует силовой кабель на самом пылесосе при транспортировке это весьма удобно при открытии крышки задней части пылесосом мы получаем доступ к фильтру основному фильтру пылесоса выглядит фильтр вот таким вот образом кстати сверху надо нишей куда вставляется фильтр есть специально вот как жабры через этот вот через эти жабры происходит удар воздуха для очистки пылесоса для очистки фильтра пылесоса кстати в пылесосе есть еще один фильтр этот фильтр отвечает за подачу воздуха на охлаждение двигателя в оригинальной комплектации идет вот такой вот поролоновый кусочек и если мы заменим этот кусок поролона на pet фильтр то срок службы электродвигателя возрастает в разы для того чтобы снять голову пылесоса мы отщелкиваем две застежки и видим что с внутренней части нижняя часть головы практически гладкая она не имеет выступов не имеет никаких специальных вещей которые мешают развернуться флисовому мешку и кстати говоря нижняя часть пылесоса головы пылесоса она герметично это означает что и можно работать что этим пылесосом можно работать с водой фильтр aqua stop клапан aqua stop прекращает вырубает электродвигатель и останавливает пылесос работу пылесоса когда у нас уровень воды поднимается максимально сама емкость где у нас собирается фильтр выглядит изнутри вот таким вот образом ее объем составляет 30 литров и в нем размещается флисовый мешок флисовый мешок реально большой и кстати говоря он универсально подходит и под пылесос 1230 и 1242 важной особенностью пылесосов 12 серии является тот момент что эти пылесосы можно так сказать тюнинговать устанавливать на пылесос различные опции которые помогают выполнять работу быстрее но прежде чем устанавливать на эти пылесосы пластиковые контейнеры рабочие станции нам необходимо на макушке пылесоса зафиксировать две площадки причем важная особенность если мы планируем работать с пневматическим инструментом и хотим чтобы наш пневматический инструмент автоматически запускал пылесос для этого передняя площадка меняется на блок пневматического на пневматический блок управления пылесосом сюда подводится воздух и соответственно подсоединяется пневматическая машинка для того чтобы на пылесос можно было устанавливать пластиковые контейнеры в которых хранятся и машинки и абразивы ну и практически все что угодно мы можем на эти площадки зафиксировать наши емкости наши контейнеры емкости достаточно удобные там могут прятаться как я говорил машинки абразива и прочее вместо были вместо пластиковых контейнерах также можно установить рабочую станцию это специальное устройство которое фиксируется на площадках пылесоса и она надежно прикрепляется к так же как и пластиковые контейнеры надежно прикрепляется к пылесосам причем на рабочей станции мы можем устанавливать фиксировать и машинки и специально устанавливать полочки в которых кстати говоря может спокойно размещаться и пластиковые контейнеры и абразивы и практически все что угодно теперь давайте рассмотрим работу этого пылесоса от пневматического инструмента электрического или от обеих инструмент обоих инструментов вместе в моем случае вот сейчас вот уже собрана схема для работы одновременно и пневматикой и электрикой для того чтобы нам работать с электрическим инструментом для этого нам необходимо машинка соответственно шланга для подключения электрический кабель для подключения к автоматике и к запуску машинки он идет в комплекте с машинкой нам необходим шланг шланг идет в комплекте с пылесосом и кстати говоря шла все шланги у мирки антистатические также для того чтобы работать электрическим инструментом рекомендую взять на вооружение вот такую вещь как чехол для кабеля электрического и шланга он этот чехол обеспечивает сохранность самого шланга раз и второе конечно же обеспечивает безопасность и сохранность электрического кабеля потому что обычно если работаешь отдельно шланг болтается ну не особенно эстетически выглядит здесь все помещено в чехол и смотрится весьма хорошо и весьма функционально с точки зрения работы ничего не болтается ничего не мешает подключение для того чтобы подключить электрическую машинку к пылесосу нам необходимо кабель электрический установить в розетку для запуска пылесоса то есть в автоматику и подсоединить соответственно палеудаляющий шланг в принципе все достаточно просто при запуске пылесоса у нас автоматически включается пылесос и автоматика пылесоса отрабатывает 8 секунд после чего у нас пылесос выключается для того чтобы подключить пылесос и чтобы он работал от пневматического инструмента как я говорил ранее необходимо установить блок пневматического запуска пылесоса выглядит он вот так вот соответственно подсоединить к нему воздух и дальше уже подсоединять пневматическую машинку к пылесосу для того чтобы подсоединить пневматику рекомендую использовать вот такой вот комбинированный шланг он весьма эргономичный нету отдельно идущего воздушного шланга он интегрирован внутрь самого палеудаляющего шланга соответственно необходимо подсоединить воздух для питания машинки на блок пневматического управления ну и конечно же подсоединить пылеотводящий шланг при этого пылеотвода для работы двумя машинками одновременно необходимо устанавливать на пылеудаление вот такой вот двойник ну и конечно же на электрическую розетку необходим тройничок для того чтобы можно было подсоединить электрический инструмент и блок запуска пылесоса при работе после при работе от пневматики соответственно пылесос также автоматически будет запускаться и отработает те же 8 секунд как и при электрике для работы двумя инструментами а это допустимо и это реализуемо принцип точно такой же пылесос пылесос кстати говоря оснащен колесами так что у нас получается станция мобильная мобильная рабочая станция получается мобильный колеса на пылесосе сзади большие а передние чуть поменьше ну и они оснащены тормозом что весьма упрощает жизнь работника когда нет необходимо когда есть необходимость чтобы пылесос был зафиксирован на своем рабочем месте и так как вы убедились пылесос и мерка действительно выполняют полностью возложенные на них задачи это и удаление пыли это и использование в качестве рабочей станции это и перемещение этой рабочей станции по собственно говоря рабочей зоне ну а самое главное комплексе с сетчатыми абразивами это беспыльное шлифование это здоровая среда тем самым вы выбираете более здоровый результат работы ну а на этом у меня все не забывайте подписываться на канал нашу группу вконтакте и instagram с вами был ярослав до новых встреч пока